Рижская конференция традиционно платформа для диалога на самые разные темы. Россия, северные страны, восточное партнерство. В этом году особо тесные отношения у Латвии сложились с Канадой. Под руководством этого государства у нас дислоцированы более тысячи солдат из разных стран. А в начале года Латвия первая из стран ЕС ратифицировала экономическое и торговое соглашение с Канадой или ЦЕТА. Сблизило ли это две страны? С послом Канады в Латвии Аленом Азером поговорил Сергей Герасимов. Господин посол, спасибо, что согласились на интервью. Первый вопрос. В какой стадии отношения между нашими двумя странами сейчас? Двусторонние отношения между Латвией и Канадой хорошие, отличные. Они никогда не были лучше. И здесь я имею в виду политический диалог, торговлю и отрасль обороны. Мы знаем, что в Латвии сейчас находится канадский военный контингент, порядка 500 солдат. Вы наверняка поддерживаете с ним контакт. Как Латвия приняла их? Для них это отличный опыт. Мы знали, что это будет большое логистическое испытание, отправить в Латвию так много солдат. Уровень кооперации между властями стран был отличным. Наши коллеги высоко ценят дух гостеприимства, который присущ латвийцам по отношению к нашим силам. Мы также заранее знали о том, что в регионе будут проходить военные учения Запад. Конечно, такое количество российских сил так близко к границе вызывало вопросы. Но что касается наших войск, никакой напряженности эти учения не создали. Как канадское общество восприняло тот факт, что канадские солдаты будут находиться здесь, в Латвии, все это время? Конечно, дислокация военных сил здесь, в Латвии, обходится Канаде недешево. Но мы члены НАТО и считаем необходимым делать вклад в нашу общую безопасность. Общественное мнение в Канаде также поддерживает эту миссию. Европа в Канаде вообще очень популярна. Мы чувствуем себя близкими к Европе и к нашим балтийским союзникам. Говоря о канадской дипломатической миссии здесь, в Латвии, ощущаете ли вы себя объектом или мишенью пропаганды со стороны других стран? У нас нет сомнений в том, что против НАТО и против канадской миссии здесь, в Латвии, развернута кампания пропаганды. Мы сталкивались с рядом сообщений с попытками высмеять канадское присутствие в стране, но они не оказали никакого существенного влияния на общественное мнение. Мы хорошо подготовлены для отслеживания такого рода атак. Латвийский сейв недавно ратифицировал торговое соглашение с Канадой, которое снимает практически все торговые барьеры между странами. Рассматриваете ли вы это как своего рода сигнал? Или будут ли какие-то конкретные финансовые преимущества, которые страны получат от этого соглашения? Как вы знаете, ЦЕТА – самое амбициозное экономическое соглашение, которое когда-либо заключал Евросоюз или Канада. Мы ожидаем увеличение товарооборота между Канадой и ЕС на 20%, что означает больше рабочих мест как в Латвии, так и в Канаде. И с 21 сентября, когда соглашение начало действовать, латвийские предприятия уже стали более конкурентоспособны. У большего количества латвийских продуктов появится доступ к рынку Канады. Господин посол, можете ли вы дать какой-то совет латвийским политикам или, возможно, министерствам? Ваша экономика растет и развивается. Я много встречаюсь с представителями бизнеса в Латвии и всегда был восхищен вашими амбициями покорять новые рынки. Канадское посольство и латвийское в Канаде делают все, чтобы помочь странам раскрыть сильные стороны друг друга. Спасибо большое за интервью. Продолжение следует...